Всем привет! С вами снова Стэла и надеюсь, вы еще меня не потеряли и не отписались от моего канала. У меня, можно сказать, была уважительная причина для такого длительного отсутствия. Я уезжала в очень-очень долгое путешествие по Европе и по разным другим местам. И вот по итогам этого нашего супер длинного полуторамесячного путешествия по Европе я решила записать это видео. Точнее, я думаю, это будет огромная запись, которая разобьется на несколько выпусков. И в этом видео я решила поделиться с вами какими-то своими секретами. Мыслями, наработками, опытом того, как я путешествую. То есть, это будут какие-то такие travel-life-хаки и советы для тех, кто планирует путешествовать самостоятельно. И хотя рассказывать я об этом буду именно на основе нашего европейского опыта, но я думаю, какие-то идеи, даже большая часть из них будет применима в любых странах, в любых поездках. Главное, чтобы это были самостоятельные путешествия. Бить это все на три блока я решила по следующему принципу. Поскольку наше путешествие европейское было первого и четверого трипом, то есть, мы брали машину и большую часть времени передвигались именно на машине самостоятельно. Поэтому первый выпуск, первый блок будет как раз про аренду машины, про всякие разные тонкости, про то, как лучше передвигаться, про то, не знаю, как строить маршрут. И здесь больше, конечно, будет европейских реалий, потому что понятно, что эти вещи не будут применимы, например, к Бали или, не знаю, какой-нибудь там Шри-Ланке. Второй выпуск будет связан с тем, как вообще мы планировали маршрут. С одной стороны, здесь я буду делиться очень много нашим европейским опытом, а с другой стороны, я буду делиться теми инструментами, не знаю, какими там приложениями, гаджетами или просто какими-то штуками, которые помогают максимально эффективно, максимально быстро узнать нужную информацию о стране и принять решение, в какие места ехать, что там смотреть и что там делать. Третья часть, самая последняя, будет касаться проживания, обзора всяких разных сервисов, моих каких-то лайфхаках по тому, как найти дешевое жилье или там самое лучшее жилье или какое-то самое интересное жилье на всяких сервисах, типа Airbnb, Booking.com и так далее и тому подобное. Перед тем, как я перейду к уже непосредственным практическим чтям, в двух словах расскажу про наше путешествие. Итак, идея евротрипа мной вынашилась очень-очень давно, и, собственно, после переезда на Бали я в Европе ни разу не была, хотя до этого много-много раз ездила и по работе, и просто отдыхать, и надолго, и на какой-то короткий срок, и даже уже некий такой евротрип совершала. И, в общем, пока я жила на Бали, я в основном передвигалась по Азии, мне прям очень-очень не хватало вот такой старой Европы, вот этих уютных маленьких городоков, маленьких кафешек на улицах, не знаю, вкусной еды и всего-всего такого. И этот план ротрипа я вынашила давно, но постоянно, в общем, разные обстоятельства вкрадывались в мою жизнь, но, наконец-то, в этом году он произошел. Начально мы планировали ехать в сентябре-октябре, и вообще весь трип планировался не просто как посещение Европы, а в первую очередь как серф-трип, то есть посещение серфовой части Европы, но в силу некоторых обстоятельств нам пришлось перенести нашу поездку на лето. И поскольку летом высокий сезон в плане туристов, зато низкий сезон в плане серфинга, то есть волны не очень хорошие, мы по ходу нашего путешествия очень сильно перекраивали маршрут. У нас получился очень спонтанный трип, и он причем изначально был спонтанный, потом в какой-то момент вроде бы он должен был стать менее спонтанным, когда мы поменяли даты с осени на лето. Мы как-то вроде бы тоже примерно прикинули, что мы будем эти полтора месяца делать, но как-то так получилось, что на каждом этапе нашего продвижения к нашему евро-трипу у нас постоянно все менялось. Поскольку я живу на Бали, выяснилось, что на Бали у меня нет никакой возможности получить шенгенскую визу, и мне надо лететь в Москву для этого. Это был первый такой кусок, который решал наш маршрут. Мне нужно было выбрать, в каком посольстве получать эту визу, и поскольку я очень давно не была в Шенгене, поскольку мне до этого, в самом-самом начале моего дауншифтинга, когда я уже не работала, а где-то там по миру обреталась, мне уже отказывали в шенген-визе, я как-то немножко стрессовала, что мне могут снова отказать. И, соответственно, мне нужно было правильно выбрать посольство, в общем-то, правильно как-то подать туда документы, и, соответственно, я понимала, что если я подам через какое-то посольство, я хочу в эту же страну въехать, чтобы не нарушать никаких правил, да, и в этой стране большую часть времени находиться. Для меня это было очень важно, потому что я понимала, что, может быть, я там в следующий раз в Шенген визу буду еще через 5 лет подавать, и я не хочу, чтобы через эти 5 лет там как-то случайно где-то выяснилось, что я там, не знаю, получила какую-нибудь там греческую визу, а в этой Греции не была. То есть для меня вот этот момент был на тот момент очень важен. Поэтому, выбирая посольство, хотя мы изначально планировали вообще большую часть времени провести в Португалии, особенно когда мы еще все еще осенью собирались ехать, мы поняли, что португальская виза очень геморрная, очень долгая получает, то есть мне придется специально прилететь в Москву, сидеть там в этой Москве, ждать визу. Таким образом, в общем, выпал пар на испанскую визу, ее было получать проще всего, и не в сезон ее дают как-то очень быстро. В сезон, как раз когда я подала в конце мая, были какие-то адские очереди, был просто нереальный аншлаг, я провела там по несколько часов в этом посольстве, чтобы получить эту визу, и долго ее делали, гораздо дольше, чем обычно, я, мне кажется, неделю ее ждала. Но, тем не менее, в общем, у меня на руках оказалось испанской визой до момента, как я ее получила. Я говорила, да, у меня был некий стресс, а вдруг мне не дадут, или, например, я просила на полтора месяца, а вдруг мне дадут на неделю, или на две, или на три, поскольку я очень давно не была в Шенгене. Поэтому я отказывалась до этого момента как-то вообще планировать маршрут, то есть я примерно какую-то такую накидку делала, я понимала, что мы хотим серфинга, значит, это будет Португалия, Испания и Франция, но я не понимала, что еще, кроме этого будет, не хотела планировать, не подняла ничего и никак. Когда я получила визу, я подумала, вот я увижу, что увижу, я буду планировать. Но потом после этого мы улетели в Приднестровье, в Молдавию, к родственникам, и повидаться с моими родителями, и я поняла, что там у нас нет интернета дома, и мы там тоже ничего не можем планировать. И поскольку мы изначально не знали, куда мы едем, то есть не могли это заранее выбрать, я как раз почувствовала себя таким туристом, почувствовала себя теми туристами, которые едут, например, на Бали, бомбардят меня вопросами о том, а что смотреть, а что делать, а где жить, какой район, я прям полностью себя почувствовала в их шкуре, поняла, насколько вообще в этом мире огромных информационных потоков в интернете сложно вообще что-то понять, сложно выбрать какую-то такую действительно адекватную информацию, сложно ее отфильтровать, сложно вообще из этого сделать какой-то вывод, выжимку в виде плана поездки. И я себя настолько почувствовала этим несчастным туристом, который вообще не понимает, что куда бечь, что как раз и захотела рассказать вам об этом. Я постараюсь просто вот именно давать какие-то лайфхаки и советы, бесприменительно рассказывать о каких-то там конкретных городах, достопримечательностях. У нас такой получился евро-трип, ро-трип, что мы практически каждый день ночевали в новом городе, там за каким-то там, ну, исключением, когда у нас были какие-то длинные остановки где-то, и, соответственно, выглядело следующим образом, мы просыпались утром, ехали, например, куда-то по дороге, пока мы ехали, мы останавливались в каких-то маленьких достопримечательностях, городках и так далее. Ехали, мы все старались по каким-то более-менее проселочным дорогам, чтобы максимально посмотреть страну изнутри, а не просто там гнать по автобану и не видеть ничего, кроме битальных ограждений. И к вечеру, например, к 6, 7, 8, не знаю, 9 типа разного, мы приезжали уже в нужный город, заселялись в отель, шли, соответственно, гуляли по городу, очень большой плюс Европы, по крайней мере, по сравнению с Бали, что здесь летом темнеет 9-10, вообще-то там не пол-11 вечера, у тебя столько вообще времени, у тебя такой огромный сетовой день, чтобы все посмотреть. И после Бали, где там, не знаю, в 7 вечера уже выкрой глаза темнота, уже ничего невозможно посмотреть, это, конечно, нас очень радовало, потому что давало нам больше простора для следа. Пока было светло, могли даже осмотреть там старый центр, насколько это было возможно. И вечером перед сном у меня была такая каждый раз повинность, что мне нужно было забронировать отель там на следующую ночь. Иногда мы на две ночи подряд бронировали наперед, но чаще всего только на одну, чтобы быть максимально гибкими. Какие-то у нас были точки маршрута, я читала про каждую из них, что там интересно, что там делать, что там посмотреть, имеет ли это смысл задерживаться на дальше, и как бы дальше тоже как-то прикидывала маршрут. То есть мы, например, весь наш там маршрут, или даже на неделю вперед, никогда ничего не бронировали, не букировали заранее, все отели находили там, получается, за сутки, там максимум за двое суток. Естественно, в тот период, когда мы путешествовали, это был июль, август, это, наверное, самая вообще была неудачная идея так поступать, потому что каждый раз, когда я заходила на какой-то сайт и видела, что там 80% жилья уже забронировано, мне было немножко плохо от этого, потому что я понимала, что будем либо переплачивать, либо жить в каком-то дурацком жилье. Но про жилье я буду делать отдельный выпуск, поэтому сейчас не буду вдаваться. Все, что я хотела рассказать, что мы, получается, накануне читали всю информацию про те места, которые мы посетим и тот следующий город, в котором мы остановимся. И именно необходимость как-то моментально принимать решение о том, куда поехать, какие города смотреть, что в них смотреть, какие здесь примечательности, какие интересные штуки в каких регионах страны нам делать, вот это необходимость заставило меня в общем-то заново встряхнуть стариной, вспомнить вообще, как путешествовать, потому что за время жизни на Бали, мне кажется, я разучилась быть туристом полноценным. И я как раз по ходу этого эксперимента с самой собой поняла, что есть всякие интересные наработки у меня в голове, которыми я хочу поделиться. И хотя я не открою каких-то секретов, не знаю, какого-то секретного сайта, зайдя на который можно бесплатно нам ехать в полмира, но я как человек очень такой структурный в плане использования всяких там приложений, гаджетов и прочего-прочего, поделюсь, мне кажется, какими-то маленькими такими штуками, которые помогут вам в планировании вашего собственного путешествия. По крайней мере, я так и надеюсь. Ну и много-много всего я буду, естественно, рассказывать про наш европейский опыт, поэтому если кто-то собирается на машине, особенно в Испанию, Португалию, Францию, я думаю, что очень суперполезна будет эта информация. Все, до встречи в следующем выпуске. Если кто-то хочет посмотреть картинки из путешествия, идите по какой-нибудь ссылке, которую я здесь укажу, в мой инстаграм-экзистенция, и там, в общем-то, вы увидите все наши европейские путешествия. Я там выкладывала прям целые альбомчики в инстаграме, где-то даже писала какие-то свои путешественнические заметки. Вот, и, в общем-то, идите, смотрите и наслаждайтесь. Все, спасибо всем за огромное внимание. Я очень рада вернуться на YouTube-канал. Вы даже не представляете, как я скучала по этим видео. Вот, и раньше я не понимала, как вот там YouTube-блогеры говорят, ой, я там скучаю, ой, ребята, я так рад, что я вернусь. Вот реально, я не знаю, вроде бы я с камерой разговариваю, да, сама с собой, смотрю на себя. Но, тем не менее, как-то представляю, что вы там слушаете меня, и, в общем, вам все это нравится. Так, сейчас что-то я расчувствуюсь, мне кажется, в этот момент. Поэтому скоро будет очень много видео на канале. Я так думаю и надеюсь. Все, все, пока. Теперь точно уже пока. Всем до свидания и до встречи. Очень крутое место в Ладоши. Тут есть лайтхаус, забыла по-русски. С очень красивым перерывом. Выглядит, как, не знаю, месситанская пистолет. С очень красивым перерывом. Это формат путешествий, который я люблю больше. Все, когда ты просто едешь, останавливаешься в этом-то городе на обед, ткнув на карте, а потом решаешь прогуляться по этому городу. И он, окажется, просто невероятно красивое место. Именно так и надо путешествовать.